И снова, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сёстры. Как вы помните, на днях ваш слуга ознакомил вас, дорогие мои зрители, с постом, который оставил у себя на канале в разделе сообщества такой армянский радикал, как Тигран Авакян, в котором он рукоплескал внешние политики Азербайджана, в частности, проводимый главнокомандующим Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Но если армяне рукоплещут внешние политики Азербайджана, и раз мы с вами осветили эти моменты, проанализировали его заявления в форме поста, то необходимо, видимо, поговорить и о внутренней политике Азербайджана, тем более нашёлся представитель армянства, некто Арам Асватсатуров, который явно имел отношение некогда к ЛДПР, я специально, скажем так, ознакомил вас с его именем и фамилией через поиск в гугл, чтобы не ошибиться в его достаточно сложно произносимом фамилии. Арам Асватсатуров. Видимо, истинно как раз таки армянская фамилия. Мы привыкли с вами слышать имена и фамилии, которые явно имеют не армянские корни. Хотя вот Семёнович, Арам Семёнович, ну тоже не совсем армянская. Не будем, впрочем, об этом. Так кто же такой Арам Семёнович Асватсатуров? Где он проживает? Что он делает? Давайте немножко ознакомитесь, прежде чем начнёмте отвечать на его ереси. Да, у него в друзьях есть некоторые мои подписчики, во всяком случае в соцсети ВКонтакте, но это бывает. Здесь же меня интересует другое. У него аж несколько аккаунтов, я подчёркиваю, несколько аккаунтов только в одной сети ВКонтакте. И вот во вторую такой его странице указано место проживания, местонахождение. Это Нижнекамск. Далеко занесло человека, не так ли? Впрочем, не будем говорить о том, насколько далеко его занесла судьба. Меня здесь интересует другое. Меня интересует его видео, в котором он, как минимум 40 лет, ни разу не побывав в Азербайджане, решил провести анализ ситуации, складывающейся в Азербайджане. Да, не удивляйтесь. При этом он решил подойти к этому с точки зрения именно представителя радикального армянства, заговорив о том, что Азербайджан в скором времени ждёт глобальный экономический кризис. Следом политический кризис и гражданская война. Интересно. Не находите? Очень интересно. Во-первых, интересно то, что Армения сейчас является врагом России, а человек является гражданином России. Тем не менее, он вешает флаг Армении, который, мягко выражаясь, недружественно сейчас к России. Даже хотят совершить арест Владимира Путина, президента России. Я сейчас не буду говорить, насколько он хороший, насколько он плохой. Дело вот не в этом. Но уж точно это недружественный шаг. Глобальный размер американского посольства тоже недружественный шаг в отношении России. Затягивание открытия Зангизурского коридора, по которому Россия действительно могла бы многое получать из того, что ей необходимо. Так же, как и Запад мог бы многое получать, во всяком случае Европа, из того, что необходимо ей. Но именно Армения сейчас затягивает это, играя на руку, прежде всего, американцам. Недружественный шаг. Впрочем, давайте послушаем, что он говорит об Азербайджане, затем проанализируем то, что мы с вами услышим. Да, не удивляйтесь, что у него мало лайков, мало просмотров, мало подписчиков, потому что он ассоциирует себя, как блогер, скажем так, иных информационных платформ, не Ютуба. А теперь давайте послушаем, что он говорит. Приступаем. Приступаем, дорогие мои, приступаем. В моем маленьком канале, на котором сейчас вы находитесь, азербайджанцы часто оставляют арминофомские оскорбительные комментарии. Но интернет – это свободная площадка. Пишешь, что хочешь и где хочешь. Он забывает, какие оскорбительные комменты оставляют армяне. Забывают. И забывает, как армяне 30 лет оскорбляли азербайджанцев, пока азербайджанцы не дали по зубам кое-кому. Продолжаем. Поэтому я спокойно отношусь к этим комментариям, не отвечаю на них, чтобы не опускаться на этот уровень. Но недавно я обнаружил, что в фейсбуке на меня подписаны граждане Азербайджана. И среди них есть жители Баку. В фейсбуке у меня можно посмотреть статистику, где указаны подписчики, из каких городов и каких стран. Интересно, очень смешно, когда армяне гордятся тем, что кто-то из бакинцев, кто-то из азербайджанцев подписан на его канал. Во-первых, если написано Баку, это не значит, что Баку. Человек может написать все, что угодно порой. Но он, видимо, не знает, что существуют, во-первых, варианты обойти место своего нахождения. А якобы не знает. И что многие армяне сидят в интернете под азербайджанскими именами и фамилиями. И написано у них, что интересно, что они якобы находятся в Азербайджане. Но это армяне. Потом это открывается. Впрочем, давайте продолжим. Так вот, этот выпуск для вас. Раз вы же подписались на мой аккаунт, комментируете у меня в YouTube. Для вас этот выпуск. А выпуск будет прогноз Азербайджана. Итак, Азербайджан – это авторитарное полицейское государство. И вы, наверное, с этим согласитесь. Авторитарное полицейское государство. Очень интересно. Знаете, вот когда армяне называют нас авторитарным полицейским государством, это бывает крайне смешно. Но прежде всего, у нас все еще на свободе ходят те, которые в любой стране оказались бы давным-давно за решеткой, типа Иссигамбара. Я неоднократно объяснял почему. Потому что именно он сделал все, чтобы азербайджанские земли как можно на более продолжительное время находились под оккупацией. Ведь этот конфликт мог бы закончиться в 92-м году, когда вооруженные силы Азербайджана, условно вооруженные силы, тогда еще не было азербайджанской армии, находились в Ханкинды. Но он тогда заявил армянам, что мы закидаем вас шапками, мы все решим сами. Хотя армяне готовы были сдать Карабах. Вернуть Карабах. И он на свободе. На свободе тот самый министр так называемых в свое время вооруженных сил Азербайджана, который поставлял военную технику, а также горючие смазочные вещества армянской стороне. Он тоже сейчас на свободе. Так как же Азербайджан является полицейским государством? А вот в Армении у меня простой вопрос. Где сейчас Домирчан? И где те люди, которые совершили убийство данного армянского политика? Где они? На свободе? Ключевые заказчики? А где те, кто убивали других представителей армянской оппозиции в различное время? Где они? Генералы даже. Сколько людей было просто убито, не посажено? Простой вопрос. Но крайне сложный. Давайте продолжим. Это так, о полицейском государстве. Я мог бы продолжить данный список, в перечне которого был бы и министр, экс-министр здравоохранения, Инсанов, и многие другие. Спокойно отсидели, спокойно вышли. Не так ли? А вот в Армении, те, о ком я говорил, они просто убиты. Они уже не выйдут. Они уже ничего не скажут. Продолжаем. Не будете спорить. Не буду. А самая идеология, которую дал Алиев в своей стране, это армянофобия. Все построено на армянофобии. Опять-таки нет. Увы и ах, для вас армяне нет. Давайте кое-что сейчас с вами просто вспомним. Бакинская мирная платформа. Когда армяне возвращались, некоторые вернулись, прямо в Баку. Я не говорю про весь Азербайджан, я говорю про Баку. Когда часть армянских оппозиционеров Азербайджан принял, разве этого не было? Разве в Армении не знают о том, что у нас живет всего-навсего сестра министра обороны Армении, армянка по национальности? И ее никто не трогает. Так где же армянофобия? Она работает. Она ходит на работу. Странно как-то. Или что, вы думаете, те, кто вместе с ней работают, не знают, или не знают, что она армянка, и чья она сестра? Азербайджанка знали, прекрасно знают. Можно перечислить других армян, и список будет очень немаленький. Ту же самую армянку, которую армяне покалечили в Гянже во время 44-х дневной войны, то, что армяне Карабаха почему-то не забыли азербайджанский язык, это об отношении между народами. Какая армянофобия? О том, как армяне армян спасали азербайджанские силы МЧС во время пожара. Не армянская сторона, а именно азербайджанцы. Список можно продолжить. И он будет достаточно, как я люблю говорить, обширный. Так о какой же армянофобии идет речь, если Азербайджан еще к тому же 30 лет предлагал автономию. Мирное решение конфликта. Сейчас уже предлагать не будет. Продолжаем. Поэтому, когда жители требовали какие-то социальные гарантии, есть условия у более лучших, когда национальные меньшинства просили к себе какого-то отношения и какую-то автономию культурную, и власти азербайджанова, и азербайджанцы терпе заявляли, что пока не решена проблема Карабаха, Арцаха, мы не можем позволить себе поднять социальные гарантии населения и дать какие-то права национальным меньшинствам, автофторам. Поэтому все деньги, ну не все деньги, большая доля бюджета шла на вооружение. Для Азербайджана проблема Карабаха решена. Ни национальные меньшинства, ни азербайджанцы терпе не получили ничего. Национальные меньшинства не получили никаких культурных послаблений, а азербайджанцы терпе никаких социальных гарантий. Так, из этого он уже начинает строить, я не хочу пускать остальную его ересь, что Азербайджан ждет в ближайшее время глобальные потрясения. Ну что ж, давайте с вами для начала ответим, а что, не было проблемы с оккупацией Карабаха? Он делает вид, что этого не было. Не было миллиона беженцев? Да было все это. Кстати, а в отношении социальной защищенности? Очень интересный вопрос, на который ваш слуга неоднократно отвечал и ответит еще раз. Какие ключевые моменты мешали улучшить социальную защищенность населения Азербайджана? беженцы оккупированной территории, но об этом он уже сказал, правда, он не сказал о беженцах, о миллионе, в свое время это был каждый восьмой житель Азербайджана. также ключевую проблему, ключевым моментом проблемы социальной защищенности является, как и об этом знает каждый гражданин Азербайджана, проживающий в Азербайджане, одна единственная структура, одна единственная структура, о которой почему-то азербайджанская оппозиция молчит. Та самая оппозиция, которая любит, видимо, общаться с вот такими представителями радикального армянства. То, что эта структура называется аудит, аудит, аудиторская контора. Я один из немногих, кто говорит об этом в открытую. Нереформирование аудиторской конторы создает глобальные проблемы для действительно роста защищенности, социальной защищенности населения, улучшения его благосостояния каждого гражданина Азербайджана. Потому что со всех частных или государственных предприятий, компаний, структур, со всех них собирает определенную дань именно аудиторская контора. Для нее не проблема состряпать любой в кавычках отчет, фейковый отчет, за то, чтобы его потом ликвидировать, просят определенную сумму. Либо вгоняют компанию, фирму и даже государственные учреждения в такую ситуацию, когда они вынуждены где-то что-то не дописывать. А затем эта же самая аудиторская контора, цепляясь к этим недочетам, опять-таки просит то, что просит. И что самое интересное, сама аудиторская контора, работники аудиторской конторы, даже не виноваты в этом. Любая структура, которая на протяжении 40 лет, практически 40 лет, не реформируется, становится раковой опухолью. Я не говорю про власти, потому что власти все равно меняются, потому что сейчас скажут, ну ты тогда скажи про власть. Власти все равно меняются. Меняются депутаты, меняются при этом неоднократно президентский аппарат, меняется структура власти, она меняется. А вот аудиторская контора ни разу не подвергалась реформам. Власти Азербайджана сделали много для того, чтобы подойти именно к этой самой важной точке, после которой начнутся реформы. Давайте с вами сейчас еще раз пробежим здесь. Это для вот этого данного в кавычках умника армянской национальности. Значит, в начале 2000-х уже тогда Азербайджан начал думать о том, что со временем необходимо будет совершенствовать аудиторскую контору. Смотрите, что стало происходить. Реформы в полицейских органах, когда были посажены, реконструирована вся полицейская машина. следующее. Помните, когда за один день была перезапущена налоговая система Азербайджана? За один день. А это тоже ключевая часть именно аудиторов. Это та часть, которая снабжала больше всего информацией аудиторскую контору о том, что происходит. А уже аудиторы потом из этого делали необходимые отчеты для того, чтобы собирать определенную мзду. Это же тоже правда. Затем был таможенный комитет. Затем уже не так давно были проделаны аж два шага. Это резкий перезапуск мили-миджлиса, перевыборы досрочные и перезапуск президентского аппарата. Помните? Все эти моменты были перед началом операции по восстановлению целостности Азербайджана, потому что восстановление целостности Азербайджана это та самая красная точка, с которой начнется именно реформирование аудиторской конторы. Потому что целая территория Азербайджана достаточно обширна. Мягко говоря, будет не совсем подотчет на нынешней аудиторской конторе. Во всяком случае, досье на то, что происходил на данной территории у аудиторов не будет, потому что эта территория только начнет действовать. Не так ли? Интересно. То есть, как вы понимаете, это будет тем самым моментом, с которым аудитором придется считаться. Кроме этого, многие в Азербайджане знают, что яркие представители Азербайджана в России и не только в России и в мире начинают строить свои заводы в Азербайджане. А это тоже дополнение усиления позиции Азербайджана в отношении подготовки к реформам в аудиторской конторе. Сейчас некоторые скажут, ну неужели Азербайджан так опасается аудиторскую контору, которая является частью Азербайджана? Я уже говорил, аудиторская контора не реформировала 40 лет, но собирала данные о каждом гражданине Азербайджана. О каждом. К чему приведет реформа аудиторской конторы? Ну давайте просто представим себе, что налоги, которые собирает аудиторская контора будут либо отменены вовсе, а налоги будут платиться только в налоговую, либо будут как минимум сокращены эннократно. И собираться налог будет не с общей суммы, а именно с прибыли, в частности общий налог. А подоходный налог будет либо вообще убран и оплачиваться будет только в налоговую, либо вовсе убран. Во сколько возрастут зарплаты? При том, что цены сдержатся, потому что собирание налога будет именно с прибыли, а не с общей суммы. Зарплаты возрастут как минимум в пять раз. А это уже зарплаты как минимум восточной Европе, если не больше. При удержании цен цены могут измениться всего-навсего на два, от 20 до 50 процентов. 50 процентов это, наверное, затронет так называемые моменты роскоши. Удовольствия, в кавычках. Сомнительного удовольствия типа выпивки и сигарет. Как это бывает в различных странах мира. Надеюсь, я ответил на данный вопрос в отношении того, что ничего не будет из того, что он говорил в отношении кризиса. Второй момент. это высказанное им мнение, что малые народы Азербайджана будут требовать неких статусов и так далее. А статусы у них уже есть. Есть муниципальные территории, муниципалитеты, которые имеют обширнейшие функции, идентичные именно понятию автономии. без вот этой приставки республика. Этого никто не допустит. Надеюсь, и на этот момент я ответил. Муниципалитеты будут развиваться, будут улучшаться их скажем так законные подзаконные акты. Это да, так это те реформы идут и будут идти. Надеюсь, и на этот момент я ответил. как-то так, дорогие друзья. Что же мне хотелось бы сказать напоследок? Напоследок, пожалуй, мне хотелось бы задать другой вопрос вот этому представителю армянства. А какого он видит будущее самой Армении? При том, что Армения сейчас кланится в ножки Западу. И как долго Россия это выдержит? Тем более, что в Армении все еще находится 102-я база. Ее пока не вывели. Сколько времени Россия будет терпеть все это? Неприятный вопрос. Понимаю. И я не жду ответа. Потому что его просто не будет. Они же великие армяне. Что все за них делали другие. И Великую Армению ставил Тигран Парфианин. И нынешнюю Армению для них создал Россия. И кормит. Несмотря на ее антироссийскую политику. Имеется ввиду Армении. Со времен еще Ливона Тар-Петросяна. Она была уже антироссийской. Надеюсь, не надо ему объяснять, что армяне сделали 27 мая 1990 года. Надеюсь, не надо. Всем удачи, дорогие друзья. Не забудьте ставить лайки либо дизлайки, делиться ссылками в соцсетях, приглашать друзей и знакомых. Также хочу напомнить, что по данным видео я оставлю необходимые данные для финансовой поддержки канала вашего слуги. Теперь точно все. А в следующем видео мы поговорим уже о хорошем Армянине и о кое-каких радостных новостях от моего друга Гаспар Авакяна. Всем удачи, не пропустите. До свидания. До свидания.